Привет, друзья! У нас сегодня очередное занятие в школе системного администратора, и сегодняшняя тема будет посвящена настройке сети в Linux. Сначала хотел бы вам порекомендовать книгу. Не знаю, почему я раньше этого не сделал, но случайно вспомнил про нее. Это Unix и Linux. Руководство системного администратора. На самом деле отличная книга. Сейчас последняя, насколько я знаю, это четвертое издание. Я сам читал вторую. Все в ней хорошо. Единственный ее минус это то, что она довольно толстая. Сходу ее не прочитать. Но рекомендую. Смотрите. В системе CentOS у нас получается как? Так что у нас все сетевые коммуникации происходят между программным интерфейсом и аппаратной сетевой картой. Программные интерфейсы мы можем конфигурировать. Для этого у нас есть несколько файликов. Сейчас мы говорим именно про CentOS. В соответствии IP и хостнейм прописываются в файле etc.hosts. DNS прописывается в resolve.conf. Gateway и хостнейм. Файл etc. sysconfig.network. В IP адрес у нас прописывается и остальная дополнительная информация прописывается у нас etc. sysconfig.network.scripts. И в config здесь задается у нас имя нашего сетевого интерфейса. Обычно это имя конфигурируется автоматически при наличии сетевого интерфейса. Мы можем править этот файлик. Дальше посмотрим, как он выглядит. Также у нас есть дополнительные скрипты управления. У нас находится в файлике network.functions. Даже, наверное, не скрипты управления, а функции управления, можно так сказать. Там вы найдете примеры скриптов, которые помогут вам управлять сетью. К примеру, получение гейтвея или что-то такое. Вполне оттуда можно брать. Что-то интересное. Рассмотрим файл etc. hosts. Как я уже сказал, прописывает соответствие IP-адреса и имени хоста. Синтаксис файла довольно простой. Первым в строке у нас располагается IP-адрес в интернете. Здесь мы видим 127.01. Дальше у нас имя компьютера. Localhost. Alias 1, alias 2 и так далее. Мы можем прописывать несколько алиасов. По умолчанию etc. hosts имеет минимальную конфигурацию. Прописано 127.01. Localhost.local.domain. Это для IP-адресов версии 4. И для IP-адресов версии 6. У нас прописано тоже в таком вот виде. Localhost.local.domain. Чем интересен файл etc. hosts и зачем он вообще нужен нам в системе? Смотрите, просто на заре появления компьютеров DNS-системы как таковой у нас еще не было. И сопоставление IP-адреса и имени компьютера происходило с помощью файла etc. hosts, который распространялся свободно, который вы могли скачать с определенного ресурса в сети. И, соответственно, постепенно его обновляя, получать вот эти вот сопоставления IP-адреса и имени компьютера. Соответственно, в системе Linux у нас происходит как? Первоначальное получение IP-адреса хоста у нас... При получении IP-адреса хоста система у нас смотрит в файл etc. hosts с первым делом. То есть мы можем провернуть вот такую интересную штуку. Мы можем прописать Google.ru и поставить ему адрес 127.001. Соответственно, наша система, если мы попробуем пинговать адрес Google.ru, она покажет нам адрес 127.001. Просто потому что, даже если мы укажем какие-то другие DNS-сервера, система первоначально заглядывает в файл etc. hosts. Так. Это такое маленькое отступление. Далее у нас идет файл etc. resolve.conf. Здесь уже у нас прописываются наши DNS-сервера. Их может быть не более трех. Синтаксис очень простой. Тоже пишется name-сервер. Имя. В смысле name-сервер. IP-адрес name-сервера. Читаются они в порядке написания. То есть первым обращение будет идти к первому name-серверу, потом ко второму, далее к третьему. Также у нас имеется директива search, где нам указывают, где нам искать наши хосты. Какой сети. Обычно этот файл etc. resolve.conf у нас конфигурируется с помощью dhcp. Но мы можем настроить так, чтобы он конфигурировался у нас из интерфейса. Дальше мы посмотрим примеры. И также можем конфигурировать его, конечно же, руками. Файл etc.rc.config.network содержит у нас глобальные переменные и глобальную конфигурацию системы. Он указывает, в принципе, есть у нас сеть или нет. Networking.yes. Указывает хостнейм. Это мы все здесь прописываем. Мы пишем. И здесь необходимо указывать не просто имя компьютера, указывать полностью так называемое FQDN имя компьютера. Locals host, local domain или localhost.example.com Также здесь же прописывается у нас gateway. Если мы его руками конфигурируем, конечно. Идем дальше. Хотел бы тоже вам рассказать про новую систему именования. В Центасе сейчас активно внедряется новая система именования Ethernet адаптеров. Просто, как мы помним, раньше они назывались как этаж 0.1.2.3. Для network-интерфейсов, для PCI-карты network-интерфейс CTH 0.1.2.3. Для virtual каких-то интерфейсов. То же самое. Все везде одинаковое. Вычислить по имени, зная вот это вот имя Ether1, Ether2 или Ether3. И понять, где у нас находится физически наша сетевая карта, довольно сложно. Это очень сложно. В том плане, что вы просто взглянув на нее, вы не поймете, какая карта и какому интерфейсу соответствует. Соответственно, разработчики задумались об этом деле, решили нам упростить эту задачу. И сделали такую штуку, когда у нас интерфейс называется в зависимости от того, где расположена сетевая карта. То есть, вот как здесь мы видим PCI-карт network-интерфейс. Мы видим буквку P, потом слот идет, потом P, потом Ethernet-порт. То есть, зная вот это вот новое имя, мы можем точно сказать, где наша карта располагается, сетевая карта, где располагается уже в системном блоке. Довольно удобно. Но, как всегда есть но. У нас все это дело должно поддерживаться в BIOS. У нас должно быть так называемое System Management BIOS. Оно должно быть версии 2 или 6. О, версии 2.6. И все это дело должно поддерживаться дополнительными утилитами. Утилита называется BIOS DeathName, которая должна быть установлена в системе. Вообще, в CentOS 6 и в CentOS 7 по умолчанию этот механизм новых наименований интерфейсов выключен. Но мы можем, во-первых, все это дело включить, если вам хочется. Но и об этом просто надо знать, потому что можно в любой момент в работе столкнуться с этими интерфейсами. И, чтобы вы не удивлялись, а просто понимали, что это такое. Дальше хочется уже рассказать именно про параметры конфигурации наших сетевых интерфейсов на примере простого Ethernet интерфейса ETH0. Посмотрите, вот этот файл, китц.расис.конфиг.нетворк.скриптс.евконфиг.ETH0 с пример настройки с фиксированным адресом. Здесь у нас что прописывается? Девайс. Директива девайс. ETH0. Бутпротто. Нан. Бутпротто, как мы увидим дальше, может быть у нас трех видов dash.cp, none и boot.p. Ну, dash.cp и none понятно. None это значит, что мы пишем нашу конфигурацию вручную. Boot.p Это ранний протокол dash.cp. Вот. Сейчас уже устарел. Он boot. Директивы указывают нам, если нет, yes или no, то есть поднимать ли этот интерфейс при загрузке системы. NetMask. Ну, это понятно. Маска под сети. IP-адрес. IP-адрес. Еще интересный параметр. User.ctl. Параметр, который позволяет указать нам, может ли обычный пользователь системы, не имеющий прав root, управлять этим интерфейсом. Потому что по умолчанию обычные пользователи не имеют права управлять сетевыми интерфейсами. Но мы можем дать им эту привилегию, указав вот этот вот параметр. Идем дальше. Пример настройки адреса с получаемым, интерфейса с адресом, получаемым по dash.cp. Еще проще. Здесь у нас всего лишь три строки. Девайс, имя девайса. cth0, boot proto, dash cp. И указываем, что он boot yes. И все. По факту. Больше нам ничего не надо. Все остальные настройки мы получаем по dhcp. Теперь давайте рассмотрим параметры конфигурации поподробнее. Все эти параметры конфигурации я взял с официального сайта RedHat. Все это можно там посмотреть и почитать в подробнее описании. Но дело здесь в чем? В том, что обычно в сети встречаются примеры настройки сетевых интерфейсов в линуксе, но не объясняются эти параметры. Не объясняется, что мы пишем, зачем мы пишем, какие у нас могут быть дополнительные параметры. Во многих случаях параметры описываются уже устаревшие, которые мы можем не указывать. Соответственно, все эти параметры конфигурации необходимо знать. Не обязательно помнить, как они прямо называются, какие у них должны быть параметры. Параметры этих параметров. Ну, надо знать, что они есть и знать, где их посмотреть. Давайте сейчас посмотрим поподробнее. Параметр первый bonding ops. Параметр опция настройки бондинга. Об этом мы сейчас не будем говорить. Мы рассматриваем самую простую базовую конфигурацию сети. Boot proto. То же самое. Вот про это мы сейчас говорили. какой протокол будет использован. DHCP, bootp или none. Broadcast address. Broadcast address. Вот это как раз та директива, которую все любят указывать в мануалах. Но на самом деле, эта директива уже давно устарела. Она высчитывается автоматически с помощью утилиты IP Calc. Автоматически основываясь на маске под сети и IP-адресе интерфейса. DeviceName. Имя девайса. Имя физического устройства. Итаж 0. К примеру. DHCP HostName. DHCP HostName указывает name как параметр. Короткое имя компьютера, которое будет отправлено DHCP серверу. DHCP сервер должен быть сконфигурирован так, чтобы получать это имя компьютера. DHCP V6C. Answer. Yes или No. Использовать или нет DHCP для получения IPv6-адреса для этого интерфейса. DHCP V6C Options. Это указывает нам дополнительные опции клиента для получения параметров DHCP сервера IPv6. Мы можем, так же как и в IPv4, мы можем получать либо полностью конфигурацию IP-адрес, сеть, DNS сервера. Либо мы можем указать так, чтобы получать только IP-адрес. К примеру, DNS сервера прописывать вручную и всю остальную информацию. DNS 1.2. Адрес. Это как раз та директива, которая позволяет нам прописывать опции DNS в файл конфигурации интерфейса. И при наличии дополнительной опции PerDNS, Yes, PerDNS выставленный в Yes, при поднятии интерфейса вот эти вот DNS, которые прописаны в интерфейсе, будут прописаны у нас в Ецеттере Resolve Conf. Это, во-первых, довольно удобно. Во-вторых, это рекомендуемо как раз разработчиками дистрибутива CentOS и RedHat. Они говорят как? Все надо максимально прописывать, стараться в файл конфигурации интерфейса и не писать никаких дополнительных скриптов. Почему? Потому что, когда мы пишем свои скрипты, мы можем быть гуру скриптостроения, скриптописания, но дело просто в том, что мы не всегда можем как-то полностью понять, как система себя будет вести в тот или иной момент. При падении интерфейса, поднятии интерфейса, перезапуске системы очень много есть вариантов. И есть вариант такой, что система с нашими скриптами дополнительными придет в непригодное для работы состояние. Они рекомендуют все это дело прописывать максимально стандартными способами через вот этот вот файлик интерфейса. Чтобы все это было в одном месте, и максимально надежно. Дальше. Пишем ETH Tool Options. ETH Tools Options. Какие-либо специфичные параметры для устройства, именно для физического устройства, которые должны поддерживаться утилитой ETH Tool. Это как раз то, про то, что я вам ранее говорил. Все это дело мы можем вот эти вот опции ETH Tool прописать с помощью внешних скриптов через утилиту ETH Tool. Но всегда лучше прописать это именно в наш файл конфигурации интерфейса. Тогда это будет работать лучше и надежнее. Вот эта вот строка показывает пример конфигурации интерфейса, указывая ими именно такие более низкоуровневые параметры. Первоначально надо обязательно указать AutoNec Off, то есть отключаем автоматическую настройку интерфейса. Далее мы можем указать, ну, именно как в этом примере, Speed, скорость интерфейса и Full Duplex. В принципе, здесь мы можем указать совершенно все параметры, которые поддерживают утилиты ETH Tool и при поднятии интерфейса все эти параметры будут этой утилите переданы. Так, идем дальше. Опция Hot Plug. Ну, из названия, я думаю, понятно. Answer Yes, No, то есть поднимать или не поднимать интерфейс при подключении сетевого провода. Вот, по умолчанию оно выставлено Yes, то есть поднимать, но, видимо, иногда нам может быть полезно не поднимать интерфейс. Дальше хотел вам рассказать HV-адрес. Смотрите, HV-адрес и здесь MAC-адрес нашего устройства. Здесь мы указываем именно MAC-адрес, который соответствует нашей сетевой карте. Этот параметр используется для того, чтобы жестко прописать соответствие нашей сетевой карты и нашего файла конфигурации. Просто иногда может быть такая ситуация, когда мы меняем, к примеру, мы меняем сетевые карты, либо мы меняем сетевые карты местами, добавляем новые сетевые карты и что-то с ними делаем. И, соответственно, вот эти вот имена ETH1, ETH0, они так же, как с дисками SDB1, SDB2 и SDC1, SDC2, вот эти вот буковки, они прописываются динамически. Соответственно, чтобы сеть у нас такого не получилось, мы прописываем HV-адрес, то есть жесткое соответствие. Все эти жесткие правила соответствия у нас находятся в файлике etc. udev rules d70 persistent net rules. Здесь у нас находятся правила для создания сетевых интерфейсов. Можете их посмотреть. Я сейчас не буду показывать. Что нам интересно в этом файле? Нам интересно то, что при добавлении сетевых интерфейсов по идее этот файл должен обновляться сам и все должно работать корректно. Но иногда происходит такое дело, что, как я сейчас говорил, при некорректном наименовании карты мы можем либо руками исправить этот файл, либо самый простой способ нам этот файл просто удалить и просто потом пересоздать. удаляем файл делаем пересоздаем его с помощью команды udev adm с параметрами trigger action addd то есть файлик создается и туда добавляются все наши сетевые карты, которые обнаружил система. Идем дальше. Параметр ip adder ну это понятно адрес нашего интерфейса ip адрес нашего интерфейса ipv4 дальше ipv6 адрес ipv6 адрес secondaries второй дополнительный адрес ipv6 для нашего интерфейса ipv6 init также принимает параметр answer если нет в принципе включения или выключения поддержки ipv6 на интерфейсе смотрите на самом деле по умолчанию оно выключено вот и поддержка ipv6 мы можем выключить в системе полностью вот нам надо всего лишь добавить две строки файл etc sysktl.conf ну я думаю вы в интернете найдете там надо добавить net ipv6 conf all disable ipv6 равно единичка и net ipv6 conf default disable ipv6 равно единичка вот это отключит нам ipv6 полностью во всей системе не надо будет прописывать этот параметр в каждый интерфейс дальше авто конфигурирование ipv6 на интерфейсе то же самое yes no ipv6 mtu value мы можем указывать дополнительно mtu параметр для ipv6 ну mtu я думаю все все уже знают mtu это maximum transmission unit то есть максимальная единица передачи данных в среде для среды ethernet mtu составляет 1500 ipv6 privacy тоже довольно интересный параметр который принимает значение rfc по умолчанию вот этот параметр у нас отключен то есть поддержка вот этого rfc у нас отключена в системе просто смотрите дело в том то что адрес ipv6 у нас формируется на основе mac адреса так как так как mac адрес нашей сетевой карты уникален ну по крайней мере как говорится ну вообще в мире полностью да вот соответственно адрес ipv6 у нас тоже будет уникален вот и независимо от того откуда мы выходим интернет из дома из кафе там да или еще от каких-то других мест наш адрес будет оставаться тем же самым что позволяет злоумышленнику более легко нас отследить вот соответственно нашлись люди которые об этом задумались написали вот такой вот rfc добавили поддержку этого rfc в систему вот и мы можем спокойненько с этим этим пользоваться вот кому интересно более подробно я выложу всю всю документацию как я готовился к лекции там будут ссылочки на этот rfc можете поподробнее почитать далее параметр link delay параметр link delay time принимает значение time задержка перед настройкой интерфейса по умолчанию 5 секунд идем дальше параметр macadres параметр macadres это macadres уже используют используют этот параметр macadres используется для того чтобы назначить свой macadres тот который мы хотим на карту ethernet вот какие здесь подводные камни мы не можем использовать вот этот параметр macadres и параметр hv адрес hardware адрес одновременно настройки сетевого интерфейса но признаюсь честно я сам его это не тестировал но redhat пишет что это работать не будет можете попробовать потестировать дальше дальше у нас идет параметр настройки бондинга мы это пока опустим netmask маска подсети вот network адрес сети на самом деле то же самое параметр уже устарел рассчитывается автоматически с помощью утилиты ipcalc если вы видите этот параметр где-то в каком-то how-to по настройке интерфейсов можете смело этот параметр не писать дальше интересный параметр nm контролит то есть network manager контролит answer есть или no дело в чем дело в том то что уже для 6 центра redhat рекомендует не настраивать все эти файлики конфигурации вручную вручную туда ничего не писать и они говорят что все это дело уже устарела ручная конфигурация делать это с помощью network manager понятное дело что в том центре network manager выглядит отвратительно там есть конечно утилита nmctl но она нам толком ничего не позволяет конфигурировать но в седьмом центре она уже более так сказать могучая возможно я покажу пример конфигурирования с помощью nmctl попозже то есть сам параметр это я отвлекся сам параметр позволяет нам писать yes или no то есть если у нас в системе стоит network manager мы можем его либо полностью удалить и делать все руками либо можем сказать ему что именно этот интерфейс пожалуйста network manager не трожь ставим ему no и можем смело этот интерфейс настраивать ручную далее параметр он будет мы уже знаем yes или no загружаться или не загружаться при старте системы так про network manager еще хотел добавить смотрите чтобы вот этот вот параметр nmctl работал в файле конфигурации network manager должна быть строка plugins ifconfig rh ну так на всякий случай мало ли если вы вдруг в жизни столкнетесь с этим делом хотя я думаю что это навряд ли дальше параметры настройки бондинга мы сейчас тоже не будем этого касаться src адрес src адрес указывает нам ip адрес источника для исходящих пакетов daryo user ctl answer если no это я уже говорил разрешать или не разрешать непривилегированному пользователю управлять этим интерфейсом вот на самом деле хотел еще добавить про то как нам что у нас есть в системе утилиты для настройки сети утилиты ifconfig ip и так далее да ну вот ну если говорить про самые базовые это вот ifconfig и ip с помощью утилита ifconfig мы можем полностью настроить наши сетевые интерфейсы вот но просто дело в том то что утилита ifconfig ну она настраивает наш интерфейс она все будет работать до первой перезагрузки да все настройки сохраняются в памяти но не в файле конфигурации чтобы сохранить настройки долговременно нам надо прописать все это дело наше файло конфигурации еще хотел рассказать вам сегодня про одну такую интересную утилитку эта утилитка не совсем связана прямо с сетью да но про нее почему-то мало кто говорит но она довольно интересная называется tunet ADM в чем идея идея в том то что у нас мы можем в систему поставить дополнительную сервис tunet D называется DEMON который будет следить за нашей системой и применять к ней различные профили различных профилей ну в соответствии с какими-то конечно правилами и с настройками теми которые ей задаст администратор что такое профиль профиль это параметры конфигурации системы по факту по простому можно сказать по умолчанию у нас профиль дефолтовый если система tunet DEMO ставим вручную на чистую систему профиль будет выбран дефолт вот как здесь мы видим current active profile default далее мы можем выбирать профиль любой который захотим в системе CentOS 6 таких профилей доступно насколько я помню 10 в системе CentOS 7 все по умолчанию в CentOS 7 доступно 12 профилей все эти профили мы можем вручную сами править мы можем эти профили добавлять удалять что они нам позволяют делать вот эти преднастроенные профили к примеру desktop power save из названия понятно что перевести рабочую станцию в режим энергоспережения сервер power save то же самое лэптоп power save при питании от адаптера при питании батареи для нас так как мы сейчас говорим про сеть самые интересные опции это вот эти две сейчас это так называемый throat put performance применяется для корректировки прохождения трафика она она отключает сервис tunet d потому что tunet d ну он может нам мешать он может быть может пытаться перевести сервер там в режим энергосбережения она полностью его отключает вот и для улучшения дискового и сетевого ввода вывода она использует механизм sysktl и планировщик алгоритмов deadline вот я думаю поподробнее вы можете сами почитать к сожалению каких-то графиков улучшения и графиков вообще в принципе наглядных там где видно работают tunet dm да вот при изменении именно этих профилей я не успел подготовить к сегодняшней лекции вот но я думаю вы легко сможете это найти в сети вот вторая опция которая нам сегодня интересна это опция latency performance latency performance применяется для корректировки задержки от сервера она также отключает tunet также использует sysktl для улучшения производительности есть несколько дополнительных профайлов про которые я еще не говорил это virtual host и virtual guest и enterprise storage в центра 7 там дополнительные еще какие-то ну я думаю вы подробнее почитаете это немножко выходит за рамки нашей сегодняшней лекции вот на самом деле это все что я хотел вам сегодня рассказать спасибо что смотрели нас и слушали все материалы будут выложены в группе школа с админа и до новых встреч приходите к нам еще на лекции всем пока пока удастся